вот такая маленькая компактная черная коробочка у меня стоит на столе и современных реалиях на самом деле я уже настолько сильно привык что даже ультрабуки находятся в больших каких-то упаковках что от такой ожидал ну не знаю наверное даже не ультрабука а нетбука какого-нибудь ну просто посмотрите на эту коробочку но на самом деле находится asus zenbook s13 которого называют 13 относя его к 13-диагональным моделям ну как бы он не совсем 13-диагональный но я вам сейчас расскажу как это все на самом деле выглядит если быть точным цифрах то эта модель ux 392 и я почему его в коробке вам показываю потому что сейчас редкие производители ноутбуков уделяют очень большое внимание упаковке а вот с этим я был приятно удивлен когда я его забрал я на него значит смотрю пришел кафе достал эту коробку достаю первую коробочку хорошо здесь у нас наверное зарядка да ну как стандартно это бывает потом смотрю что у меня здесь не только коробка здесь есть еще что-то я сначала достаю то что здесь шелестит и шарудит а здесь в комплекте сразу есть вот такой вот замечательный чехол чехол реально очень классный конечно здесь не настоящая кожа это понятно но внутри он такой мягенький снаружи вот такой тоже приятный еще блестит приливается прям как весь вся продукция asus в ноутбуках и но это я считаю очень большой крутой бонус тем более что ноутбук стоит не всех денег мира это вторая приятная особенность но я такой уже уже хорошее настроение то есть здесь ты получаешь зарядку сразу говорю вам показываю что зарядка у нас вот такая вот маленькая компактная и с usb-c все ты можешь взять одну зарядку с собой и куда-нибудь в командировку либо там просто с собой носить в рюкзаке как это делаю допустим я и заряжать и свой смартфон и свой ноутбук но если смартфон у тебя с usb-tfc естественно вот в комплекте также на сразу есть переходник он нам естественно понадобится мы его сразу положим вот здесь возможно он в комплекте вас будет другого цвета потому что у меня сэмпл и сборка тоже сэмпловая в коммерческих образцах может быть как всегда конечно же другое но насколько я знаю в комплекте он все же должен быть то есть уже приятно комплект уже радует есть переходник да это это всегда хорошо что он есть есть чехол вот но потом я достаю уже саму коробку думаю ну ладно но если меня так удивил комплект и что же будет дальше меня встречает вот такая вот коробочка маленькая аккуратненькая и уже уже классно то есть вот так вот поставить даже просто куда-нибудь на витрину дома у себя просто на полочку поставить уже красиво но вот тут действительно когда ребята заморочились получилось очень круто ты приподнимаешь эту крышечку и тебе сразу ноутбук вот так вот таро красиво пока сразу это просто круто я же говорю я вы сидел в этот момент кафешки возле меня сидят люди я открываю он так приподнимается выезжает и сам есть такой серебристый блестящий вот это зен круги вот эти отблескивает свет во все стороны и все таки о боже боже что что это такое вот но смотрится реально круто я считаю что ну по факту что это же несложно на самом деле сделать просто картон который будет немножечко по-другому открываться это дело буквально пяти минут и каких-то там не знаю двух долларов но это круто сразу у тебя есть уже но некое лучшее отношение к устройству из-за того как тебе его представили это считаю здорово тут у нас должны быть конвертики в комплекте но у меня их нет но и собственно коробка нам больше не нужно мы его сюда выбираем и смотрим на сам ноутбук а сам ноутбук тоже очень крутой это asus Zenbook s13 это ноутбук у которого который относится к категории ультра буков и как я говорил ранее хоть и называется 13 у него диагональ дисплей 13 и 9 дюйма то есть по факту это 14 дюймовая диагональ в корпусе тринажки и первая ее такая отличительная черта даже когда я не открываю во-первых зеркальный металл просто я на него смотрю и он аж отблескивает я вижу свое отражение даже немножечко в этом и это очень круто мне безумно нравится хоть само собой что он будет заляпываться если у вас руки довольно жирные то прикасаясь вот здесь можно его заляпать вот допустим я немножечко уже поставил своих пальчиков но это того стоит реально он смотрится очень дорого и то что мне сразу бросилось глаза это вот это обратная монобровь до смартфонов мы привыкли что у нас во внутрь она идет а здесь она наружу во-первых за нее удобно открывать ноутбук во вторых там спрятана веб-камера значит не придется как некоторых ноутбуках но камеру прятать куда-нибудь в клавиши еще отдельно там как-нибудь как у того же asus есть в рогах есть ноутбук у которого веб-камера идет отдельно в комплекте через usb подключается потому что в самом корпусе места не нашлось и мы берем ноутбук аккуратненько за эту бровку приподнимаем и он сам еще красиво так приподнимается и у нас снова эта конструкция эрголифт которую я лично очень сильно уважаю ноутбуках asus она крутая она себя оправдывает тем что во первых это выглядит здорово с дизайнерской точки зрения и это позволяет ноутбук охлаждаться лучше поэтому это тоже неоспоримый плюс сразу же как бы переходя к самым важным частям которые у нас здесь есть как и говорят у нас здесь с вами айпи из дисплей это full hd матрица и он с тонюсенькими очень 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 тонкими рамками их практически здесь нет и как заверяет asus своих рекламных материалах он занимать 97 процентов фронтальной части я конечно бы это с этим не был согласен потому что здесь по факту экраном вот тут еще рамка внизу но просто мы ее не видим потому что она находится за вот этим креплением эрголифт сам ноутбук очень легкий его просто в одной руке вертеть это само удовольствие вот ты просто берешь у тебя здесь металл тут металл везде все так приятно холодит ручки и это очень здорово экран помимо того что на ps и full hd он имеет очень большие углы обзора как это должно быть нормальным для ps а высокий запас яркости порядка 400 нит и стопроцентный охват srgb то есть этот дисплей можно использовать спокойненько в обработке фото допустим тем более что железо здесь позволяет по конструкции что хочу сказать еще и здесь есть интересного у нас на правой стороне есть полноценный usb обычный usb это огромное спасибо я безумно рад этому что он здесь есть есть выход под наушники и микрофон совмещены на одной стороне ну и индикаторы работы ноутбука здесь тоже присутствует на левой же стороне у нас два usb-c это usb-c второго поколения это не thunderbolt 3 и у нас здесь есть разъем под карточкой памяти micro sd вот огромное спасибо не sd конечно что было бы более привлекательно но хотя бы micro sd карту памяти сюда можно вставить снова таки для людей которые работают с камерами с фотографиями это будет полезно то есть направленность этом ноутбука она не только бизнес сегмента и вот эти все люди которые по working и работают но и еще какие-то возможно мобильные фотографы да допустим которых на карте памяти могут быть фотографии и так далее по корпусу что хочу еще отметить клавиатура здесь имеет несколько уровней подсветки ее можно регулировать обычной кнопкой и нажимаем отключается полностью подсветочка либо же нажимаем она очень не такая аккуратненько легенькая либо еще сильнее либо на максимум сами же клавиши они даже в выключенном состоянии их видно потому что здесь это вот золотистая краска она сразу их обозначают но если мы допустим включим на максимум то подсвечивается они из внешних сторон белым цветом и через вот это вот оранжевый цвет подсвечивается и кириллица и латиница также что мне еще зашло это сканер четко пальцев он здесь очень быстрый что для меня допустим знаете я не сказал бы что я большой поклонник сканера цветка пальцев в ноутбуках но здесь действительно это очень быстро потому что допустим моем ноутбуке она срабатывает но через раз он набитать чуть более старого поколения здесь же я нажимаю вуаля все быстренько заехал он тут уже вам нравится или нет когда находится в тачпаде все это естественно дело стеклянное с тачпадом у меня были конечно некие трудности в вопросе того что пришло какое-то обновление самого windows у меня тачпад начал как-то некорректно реагировать я не знаю почему так произошло но потом в итоге обновив все еще через одно обновление windows все заработало нормально с тачпадом нет никаких проблем не могу назвать это лучшим тачпадом на рынке но тот же момент никакого дискомфорта при своего использовании ноутбука без мыши я не испытывал то есть я нормально себе пользуюсь и использовал его на протяжении нескольких недель 3-4 недели его использовал ежедневно и он в этом вопросе очень сильно доставляет то есть вот реально его приятно брать с собой и люди на него нравится смотреть когда все на них смотрят вау что что это у тебя такое а он выглядит действительно привлекательно по поводу систем охлаждения здесь у нас находится отверстие для забора воздуха и выдув его происходит вот так же здесь тоже в этой части эрголифт охлаждает это все 40 миллиметровые вентиляторы их два находятся они по разную сторону корпуса и в принципе для ежедневной работы их хватает если допустим сейчас у меня ноутбук в простое то они вообще не работают абсолютно тишина ох сейчас бы экраном валил было бы замечательно если мы начинаем нагружать ноутбук то естественно зависимости от нагрузки он начнет их сильнее раскручивать но при этом даже под полной нагрузкой он никогда не доходит до тех звуковых скажем так порогов которые показывают нам более большие ноутбуки в простое ну то есть он в принципе очень тихий касательно звука здесь установлены динамики harman kardon находятся они с нотки сзади сзади снизу вот тут вот находятся и когда у вас ноутбук приподнимается немножко то создается вот такая вот поверхность для проигрывания музыки не скажу что тут очень стоит ожидать классного просто безупречного звука потому что но в принципе для каких-то не знаю там разговоров для чего-то послушать очень быстро какое-то голосовое сообщение этого хватит для прослушивания high res audio естественно нет для фильмов в его их может быть маловато если у вас большая комната и звук очень сильно рассеивается вы смотрите на коленках то есть лучше всего звук достигается когда вы его ставите именно на стол есть твердая поверхность когда уже будет максимально хорошо по клавиатуре что хочу еще сказать ход клавиш у нее достаточно приятный мне хотелось бы немножечко чтобы не потуже нажимались потому что ход у них достаточно большой как для ультрабука то есть вот ход клавиши примерно вот такой у нас получается вот и нет у меня ощущения вот полно полного нажатия того что я полностью его нажал а у меня ноутбук выключился тот неловкий момент когда от активного использования ноутбука забыл его зарядить а времени как бы нет поэтому будем теперь с кабелем но само собой что в ультрабуке всегда есть вопрос к мощности да что у него там железом а здесь в принципе все то максимально топовое что может быть в подобном устройстве такого размера здесь у нас с вами intel core i7 85 65 ю самый последний который можно сегодня приобрести в ультрабуках да я знаю что есть уже процессор десятого поколения но они пока что еще продажи их совсем вовсе нигде еще ни в одном ультрабуке нет у моей комплектации 16 гигабайт оперативной памяти формата lp ddr3 это значит низкое энергопотребление и да я знаю что хотелось бы четвертую но по факту сейчас все ультрабуки для энергосбережения ставят именно lp ddr3 она двухканальная работа на частоте 2133 мегагерца также в моей комплектации установлен nvme накопитель от western digital насколько я понимаю на 512 гигабайт и скорость у него ну не самая колоссальная из тех которые я видел в принципе в ультрабуках но достаточно хороший как для этого сегмента 1700 где-то на щине и 1200 где-то на запись что очень хорошо при снотке при этих габаритах и так далее но то что удивительно этот графика здесь дискретная видеокарта mx 150 само собой что она не то полноценный микс 150 у которой энергопотребление в 20 ватт потому что у нас здесь вот это вот все дает нам 65 ватт максимум на весь ультрабук поэтому у нас здесь и микс 150 на 10 ватт она 2 гигабайт на и вот но даже ее хватает в принципе для того чтобы поиграть я играл здесь war thunder абсолютно спокойно на средних настройках стабильно 60 fps знаю о том что люди запускали здесь ведьмака на средних настройках full hd тоже играли в принципе им было комфортно но тут я считаю что больше микс 150 нужно скорее не для игр потому что в таком корпусе понятно что все начнет на рано или поздно нагреваться по поводу нагрева скажу следующее что при постоянной нагрузке очень сложно он естественно начнет нагреваться как только достигает температура 90 градусов он сразу же начинает рот ли сбрасывать частоты в моем случае он сбрасывал частоты до 2 1 2 и 5 гигаги герц иногда до 1 1 и 8 то есть на максимальных работать вон само собой под длительной нагрузкой не будет но при этом в том же war thunder на частотах 2 и 1 гигагерца он стабильно выдавал 60-70 fps на средних настройках то есть по мощности у меня здесь нему вообще вопросов нет и когда ты понимаешь что в этом компакт неком легком решении есть дискретные видеокарта это очень здорово само собой что можно сказать я знаю ноутбуки лучше мощнее но они будут скорее всего тяжелее больше в габаритах либо же еще легче и меньше ну и скорее всего будет intel hd graphics 620 к этому ноутбуку лично у меня конечно есть вопросы то есть вот то что он нагревается он нагревается не так чтобы вам обжечь пальцы но при длительной нагрузке этот нагрев может немножечко ощущаться все-таки корпус металлический и металл это тепло достаточно хорошо передает у меня вопросы почему usb-c находится только с одной стороны вот ну насколько сложно должно быть usb-c взять один здесь один здесь вот все пожалуй выбирать не у меня такое часто бывает потому что мои ноутбуки там вообще проприоритарная зарядка и она слева а вот мне сейчас удобно чтобы справа было я не хочу перетаскивать вот так чтобы не все заламывалось поэтому тут я жду когда все наконец-то услышат наши мольбы и сделают тут один usb и тут один usb и все больше не надо я не прошу кучу usb-a у меня в комплекте есть переходник тем более что этот переходник вот допустим да сейчас я вставил usb-c который мне есть в комплекте зарядка я могу вставить и в другой порт то есть заряжаться ноутбук может по любому из портов в комплекте же есть переходничок который нам дает выход на обычный usb на hdmi и еще на один usb-c то есть вы по факту всегда с таким вот комплектом очень маленьким и очень аккуратным да я понимаю конечно что сколько можно все эти переходники и так далее но давайте скажи спасибо что не из комплекте нам не придется и покупать они сразу тут есть поэтому вот такое вот решение это очень хорошо и вот вот из таких мелочей конечно да хотелось бы придраться к ноутбуку то есть вот usb-c в другое место немножечко звук конечно хотелось бы немножко лучше к экрану у меня вопросов допустим вообще нет он реально очень крутой очень яркий и он глянцевый поэтому для кого-то это минус для кого-то это плюс но я лично могу сказать что глянцевые дисплеи они как минимум четче чем матовые которые существуют ну как бы других ноутбуках чтобы мне лично хотелось чего мне не хватает это сенсорности вот тут я честно когда открывал я думал что он сенсорный но вы к сожалению нет скорее всего в угоду стоимости потому что добавить сенсорный дисплей это еще плюс какая-то не знаю сотня баксов наверное я предполагаю лишь вот будет к конечной стоимости для пользователя поэтому я считаю что это очень хороший оптимальный ультрабук для тех кому нужна машина ну действительно для ежедневных задач но при этом чтобы это не было черный кусок пластика да то есть это действительно классный компактный удобный металлический ноутбук который ты всегда берешь с собой и воспро и ты производишь эффект вау то есть вот такую когда вещь ты достаешь ставишь на стол а потом еще эффектно вот так вот открываешь это всегда вызывает восторженные взгляды поэтому ставьте лайк если ваш взгляд тоже восторгнулся от этого пишите комментарии что вы думаете по этому поводу подписывайтесь на канал ну и конечно же до новых встреч